всем доброе утро я тут девчонкам приготовила на завтрак хлеб яйца обжарила и еще зажарила вместе с сыром посмотрите это нереально вкусно очень вкусно нравится ставьте нам лайки говорит да ставьте лайки пишите комментарии да то всего мало не хватает не хватает нам так а я приготовила себе кофе редиску тут у нас уже конфетки на готове они очень вкусные милане очень понравились да я не очень понравились мне очень понравились короче вкусно вкусно и стоили 69 центов за 100 грамм но черника да 100 грамм 69 центов бейте очень вкусные вот я сегодня думаю дайте еще взять сейчас как всегда сгорит а я себе жарю тосты и у меня тут варятся яйца не будет бутерброды с яйцами вот так выглядит мой завтрак добавила себе еще шоколадку кусочек все буду садиться завтракать всем приятного аппетита мама не снимай меня на день не снимать давай их паста всем покажи как зубки чистить надо красиво ой ты молодец какая язык тоже помой умничка сегодня я выгляжу еще симпатичнее посмотрите это вообще трэш какой-то и ведь не могу остановиться все равно ем сладкое но я очень надеюсь что это все-таки на сладкое так как я просто не представляю на что это может быть такая вот реакция ужас ужас это я не ковыряю я их не трогаю это они у меня такие есть яркие ладно пошла я собираться высушу волосы сегодня буду сушить феном не хочу долго ждать поэтому вернусь к вам когда соберусь так я собралась чувствую себя человеком я соберусь кухню я соберусь кухню наверное надо убрать потому что если наставить много всего то будет потом все разбросано а я сегодня в таком прикиде надела бетловку под жилетку и утеплилась немного так как сейчас открыты все окна проветривается довольно таки прохладно на улице погода не очень я хотела выйти на улицу погулять но там такой ветер снег мокрый или дождь я не пойму что это такое поэтому сидим сегодня дома но я надеюсь попозже выйдем мне надо на почту сходить там посылочка лежит пока она здесь лежит на этой почте уже 8 дней так как мне пришло повторное сообщение и попросили ее забрать поэтому хочу забрать ее здесь чтобы они ее не перенаправили на дальнюю почту иначе идти туда очень далеко так что мы будем с тобой даяна делать какие игрушки будем убирать ну наверное кухню будем убирать дом тогда уберем потому что дом пока стоит без дела дом ставь на кровать дом уберем уберем вот эти кубики ну и принципе наверное все я не вижу никакого дома ну тут тут принципе может все остаться а тебе эти все пупсики нужны? да на пляже эти нужны на пляже? да ладно так это все остается тогда уберем домик и кубики и достанем ей так тебе эту большую машину надо да? да большую на так надо кровать заправить вообще а то собрались так и что еще надо тебе? еще и лего лего так гитара так у нас все и лежит пока не буду ее отдавать так на лего спасибо надо туда убирать орбизы эти куда их? их возможно вообще как-то высушить? нет 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 вернулись в изначальный вид так сейчас я их уберу подожди сейчас на убери слайм в коробочку ну вот так полотенце у нас стояло для того чтобы с орбизов вода не вытекала так все будешь играть лего я кстати тоже оставлю для внучек внуков телефончик телефончик ой ты будешь тортик готовить? да ну давай так а я пока быстренько спрячу эти кубики иначе потом это будет ну все разбросано опа как хорошо что есть в шкафу место вроде как есть так не могу одной рукой так все запихнула я дом туда кубики пускай теперь это все стоит заправила кровать прибралась слегка и решила убрать все мягкие игрушки ставила только одного мишку Даяна как-то больше с ними не спит раньше всегда спала но потом у нас появилась Эмили и она уже не захотела ни с какими мягкими игрушками спать поэтому я их отправила туда в ящик так тут у нас кофта сохнет и это я заберу все а с орбизами что делать вообще не знаю надо наверное какую-то вазу купить их туда просто засыпать пускай они красиво стоят но надо так чтоб чем-то накрыто было чтоб пыль не попадала и просто раз там в неделю их промывать чтобы они не стухли потому что я не знаю что с ними делать постоянно их выкидывать в мусорник тоже знаете не хочется это все таки стоит денег ух ты какие у тебя мороженки это кому это тебе и мне спасибо теперь будет строить лего маленькая я пока убрала мы тогда активно им игрались что ну как то больше не хочется думаю через время тогда достану еще пускай так знаете конкретно соскучится потом будет как раз играть активно в него вот строят вот строят жалко очень маленький комплект у нас тут получается один комплект мороженое что-то с тортиками было связано а второй комплект вот этот это вообще не дупло это что-то другое было ой ты молодец как красиво строишь умничка да тяжело сходится дупло не с дупло ты вот так вот поставь так а я пойду кстати там у крысы тоже открою окошко чуть-чуть проветрию надо наверное ее покормить чем-то у меня отварное яичко есть как раз я обожаю этот вид просто обожаю и зимой и летом там стоит мой волосипед не знаю что с ним делать сначала я думала его кому-то отдать потом думаю может быть сама буду кататься но надо колеса менять там покрышки короче все надо менять так ну что где она есть ку-ку ой она спит ладно не буду ее будить она когда проснется когда я услышу ее принесу туда ей уже яйцо сон 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 я люблю тебя и пойду на землю спасибо матька выдавщица какая жалко с самого начала не смогла заснять помочь что тебе надо помочь крышу сделать так пока Даяна играет я решила с вами немножко поболтать смотрела смотрела тут свой старый влог я периодически их просматриваю и там был интересный такой вопрос я помню тогда еще думала что я обязательно на него отвечу но когда у меня уже будет побольше подписчиков так как если я не ошибаюсь на тот момент у меня было наверное всего там где-то 100 может подписчиков 200 это было в самом-самом начале еще хотела подождать пока Даяна подрастет вот спасибо зайка посмотрите тортик мороженое это ты сама все сделала да умничка дай я тебя поцелую муа спасибо и тортик терпила ты хочешь кусочек да еще кусай а мне дает мороженое и мороженое можно да давай 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 мы чокаемся а где ты это увидела ммм не вкусно на видосике в видосиках видела такое да ну вот не от меня не все всегда идет семьи Не все всегда. Я тоже это люблю. Чокалась она, то есть чокаться она научилась с видосиками. Спасибо, это было волшебно. Ты очень вкусно готовишь. Ну вот, отвлекла. Так, о чем я говорила? Я хотела подождать, пока Даяна подрастет, когда она станет более самостоятельная, когда с ней станет легче. Не то в плане, что с ней было тяжело, но вот, например, сейчас гораздо легче, чем когда она была помладше, так как сейчас она ходит в туалет, нет этих горшков, нет этих памперсов, нет бутылочек, она самостоятельно одевается. Это уже очень облегчает жизнь мамам. Это очень облегчает. В принципе, она самостоятельная. Если надо что-то там, иди в холодильник, достань себе котлету, иди ешь. Например, в таком плане все хорошо, она там хлебушек, если что, достанет, и там редисочку или огурчик, ну, сядет покушает самостоятельно. Ну, как бы, да, холодную котлету, но, в принципе, она все может это сама сделать. Там, не знаю, ну, короче, стало полноценно нормально с ребенком. Еще бы там какие-то мелочи, типа, греть еду, ну, это ладно, это уже размечталось, это уже попозже. И все, как бы, теперь есть, ну, на что ответить, есть чем ответить, есть что вам объяснить. Вопрос был такой, с кем из девчонок легче? С Миланой или с Даяной? Если, вот, например, вспоминать время до 4 лет, вот, Даяне сейчас, ну, ладно, не 4, 3,5, ну, возьмем этот возраст, почти до 4 лет, то скажу так, что с Миланой, что с Даяной было легко. Не было такого, что я там уставала, сидела, плакалась. Мне почему-то все всегда давалось легко. Единственное, одна и вторая, они, как бы, разные. Милана до 2 лет не спала по ночам. Я не скажу, что я от этого уставала, как-то я, что ли, к этому привыкла. Или до того, до рождения Миланы, я тоже бывала ночами не спала, как-то, ну, не было такое, знаете, что тяжело. Да, конечно, хотела спать, но как-то все проходило налегке, и я понимала, что скоро это все закончится. Это так же, знаете, как с родами. Я не боюсь рожать, мне, в принципе, это не то, что не больно, это, но я понимаю, что это скоро закончится, поэтому мне, ну, как бы, мне не страшно. С Миланой так же самое. Я знала, что это все закончится. В остальном, Милана была идеальным ребенком. Она сидеть могла часами играть сама. Она не требовала моего внимания. Она быстро начала разговаривать. Тоже пошла быстро на горшок. Милана уже в год и семь разговаривала, как нормальный ребенок. Единственное, она немножко шепелярила, и у нее, как и у Даяны, буква Р отсутствовала практически. Но она потом появилась, и все, ну, как бы, все хорошо. Самостоятельно одевалась. На улице с ней вообще никогда не было проблем. Она никуда не убегала. Куда-то ходили, если она сидела всегда, как мышка, тихо, спокойно. Ну, ее не было, не было ни слышно, не видно. На тебе, точек. С Даяной? Спасибо большое. Даяна спит по ночам, все прекрасно. Мне кажется, сейчас бы, может быть, я бы чувствовала себя плохо, если бы у меня ребенок просыпался бы по ночам. Не знаю, может быть, конечно, и нет. Хотя, знаете, я сама плохо сплю по ночам, я очень рано встаю, иногда периодически я могу вообще просыпаться очень часто по ночам, и чувствую себя все-таки бодренькой, неразбитой в течение дня. Но, с Даяной, например, очень тяжело где-то. Не то, что прям очень тяжело где-то, я даже не знаю, как это объяснить, но она очень подвижная, очень, она не может сидеть на месте. Вот мы, когда ездили к психологу, когда я ходила к психологу, психолог ей дала игрушки, машинки, там все это. И да я там, Милана бы сидела, знаете, там тихенько игралась, все, а этой все равно, она машинки спускала со стола, они все бремчали, она там делала авари, она визжала, прыгала, бегала, к врачу, когда ходим тоже, Даяна лазит там по всем кушеткам, разговаривает со всеми врачами, Милана всегда сидела тихо, чтобы ее никто не видел, чтобы ее никто не слышал, но от этого мне с Даяной не тяжелее, от того, что Милана по ночам просыпалась, мне от этого было не тяжелее, может быть, конечно, я что-то уже и подзабыла, но я помню, что мне было легко, Единственный минус, наверное, был, когда Милана росла, таскать коляску на пятый этаж, так как мы жили на пятом этаже, и вот это, конечно, меня убивало, а так, не знаю, что с Даяной, что с Миланой, очень легко, мне в кайф вообще, поэтому я всегда и говорю, я бы хотела бы еще детей, там, ну, в идеале было бы 5-6, потому что я кайфую от этого, я получаю это удовольствие какое-то, когда Милана была маленькая, я тоже брала детей себе, присматривала, работала нянечкой, и как бы, ну, вообще не уставала от этого, мне было в кайф, так что могу сказать, что и с Миланой, и с Даяной мне очень легко, Единственное, вот то, что вот, Игорь, Милана просыпалась по ночам, могла бы спать, по идее, но не спала, она просыпалась, вот честно, чуть ли не каждые 5-10 минут, я иногда даже не успевала лечь в кровать, она просыпалась уже, еще раз, хотя вот только уснула, я ее не качала, ни Даяну, ни Милану, кстати, я не качала, только вот в коляске, когда катаешься, не надо наступать, девчонки не спали со мной, я как-то пыталась взять Милану себе в кровать, но она отказывалась категорически спать рядом со мной, и в кроватке ей было комфортнее, несмотря на то, что она все-таки просыпалась, а вот Даяшка с роддомом, мне повезло, она спит всю ночь, единственное, чего вот я боялась, и чего я боюсь от детей, вот то, что они не спят по ночам, это, конечно, ну, не очень прикольно, лучше, конечно, когда не спят, но это все проходит со временем, у кого-то до 5 лет, у кого-то быстрее, так что спустя вот почти больше года, наверное, я ответила на вопрос, да, одинаково, одинаково, ну, вот как мне кажется, как мне вспоминается, не знаю, напишите у вас, у многих тоже по двое, по трое детей, у вас тоже все одинаково с детками, или с кем-то тяжелее, с кем-то легче, с кем-то вообще невыносимо, будет интересно послушать, ладно, все, пойду я готовить обед, с утра уже сам настолько наболтала, кошмар, постоянно на обед будет суп, смотрите, я вчера варила суп и обжарила вермишель, и она, видите, не разбухает, и получается вот такой, ну, красивый и приятный на вкус, так что советую, перед тем, как добавить суп в вермишель, обжарить на сухой сковороде, все, всем приятного аппетита! Так, Даяна уже около крысы, так, на, тебе кусочек, Даяна попросила себе, я же, мне кажется, слышала, ой, ну, что с ней такое? Ку-ку! Ку-ку! А, вот она, иди сюда, мы тебя покормим! Мы тебя покормим! Ну, иди сюда, смотри! Ну, чуть-чуть, чуть-чуть! Ку-ку! На! Что с тобой случилось? Ты чего такая неактивная? Что-то я сегодня, я вообще утро все не слышала, неужели она так спит сладко? Дай тишицу! Так, ступенька у нее упала, тебе удобно будет? Достанешь, иди сюда! Иди сюда! Ох, какой! А какая ты крысок! Все, пускай кушает! В тарелочку поставила! Все, в домик понесла, а вот дома никто не ест! Ладно! Аня, вышла! Молодец! Скажи, что это я дома буду есть, да? Туда-сюда, смотрите! Чего она так носит? Туда-сюда, туда-сюда! Искала! Мне ее... Не нравится! Мне ее опилки, они везде, посмотрите, везде, вокруг этой клетки! Не надо! Пускай она покушает! Потом она поестет, и ты с ней поиграть сможешь, хорошо? Мне надо чуть-чуть пока поиграть, тут! Всем спокойной ночи, пока! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok